Приветствую вас, дорогие друзья! Мы с Порнетом договорились сегодня встретиться на Лориэльском озере. Это в десяти километрах от Нового Эльдораса. Он уже несколько минут меня ищет и никак не может отыскать. Вот на еду, отрываю хвост к чертям собачьим. Вот чудик! Сколько он, интересно, меня искать будет. Но ничего, мне торопиться некуда. Ихтиандры — это, конечно, вещь. В сегодняшней истории тоже будет мокруха, в прямом смысле этого слова. Утопленники всегда были предметом множества суеверий, примет и поверий, в том числе и суливших злой рок. Одна из таких историй произошла с мальчиком на Гавайских островах. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте. Мертвец в воде На Гавайских островах 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 Гавайских островов 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 начало от ужаса. Кто-то схватил его за ноги и стал тащить в озеро. Мальчик вцепился в землю, пытаясь удержаться на месте, но это не помогло. Его отец не успел к нему, и мальчик скрылся в глубине воды. В отчаянии отец прыгнул в озеро и стал нырять, разыскивая сына, но его нигде не было видно. Через минуту он нырнул глубже и, наконец, наткнулся на мальчика. Он сидел на камне на дне озера. Руки спокойно свисали по бокам. Глаза и рот были широко открыты. Он покачивался взад-вперед в такт течению. Отец схватил сына и вытолщил его на поверхность. Он доплыл до берега озера, волоча за собой сына. К счастью, отец прошел несколько курсов по оказанию первой помощи, и на берегу он смог сделать сыну искусственное дыхание рот в рот. Отец сделал все, что мог, и когда он уже был готов сдаться, грудь сына поднялась и опустилась, и мальчик закашлял, выплевывая воду из своих легких. Мальчик выжил. После этого случая все родители в деревне запретили своим детям играть возле озера. Был вызван священник, чтобы осветить воды озера. Местные жители надеялись, что это положит конец проклятию. Однако, в особенно темные ночи, когда вечерние небеса темны, как чернила, те, кто живут ближе к озеру, утверждают, что все еще слышат страшные крики мальчика. Некоторые говорят, что он никогда не найдет покоя. В наши дни никто не осмеливается подходить близко к озеру, и каждый ребенок в деревне знает историю про утонувшего мальчика. Никто не знает, когда призрак снова напомнит о себе, попытавшись загубить жизнь другого ребенка. Продолжение следует...